итак эфир начался здравствуйте дорогие друзья я надеюсь что вы включились и готовы воспринимать сейчас вот-вот покажется алла владимировна аллочка привет добрый чего-нибудь ведь там алла владимирова там добрый вечер нет у них день симон так симон маринов это болгария рязанцевая уже здесь сергей присоединился хорошо и лайки пошли ночью нас видите вы нас слышите слышите меня город голос нашего незаменимого видео оператора режиссера монтажёра она она аркадьевна шарградская приветик sim так симон привет ольга вершина написал что газа обязательно не забудь но я приглашаю кроме взрослых пригласить сегодня к монитором детишков можно любого возраста вот как это сделали рязанцы представляю что рязанцы наверно все сейчас смотрят и я помахиваю рукой вот такой этот жаз такой прислал классный петрос ворослав 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 привет короче говоря значит ходил не гулял по джунглям никого не трогал меня никто в джунглях не трогает ни крокодилы и не бегемоты и не обезьяны и не кошелоты вот лазил по пальмам как-то так вот бармалиничал потихоньку и увидел комок такой земли мне показалось что комок земли на что-то похож как бы на медвежонка да я его поднял так тряхнул не знаю как он там оказался оказался действительно когда земля тряхнулась оказался медвежонок бурый его принес в цивилизацию из джунглей засунул в стиральную машину оказался не бурым абсолютно белым вот и стал не по вечерам требую чтобы ему рассказывал сказки ему стало рассказываться рассказал все все сказки которые опубликовал которую изданы в городе петербурге вот который можно купить магазине которые я уже читал и они кончили сказки я решил что надо записывать дальше и вспомнил что у меня есть сказка про не стреляя его друзей для тех кто не знает эту сказку и решил написать предложение для тех кто не знает сказка напоминает вот такой личник по имени не стреляй айболит бывает не стреляй да или как как у нас еще бывает доктор айболит майдадыр да у меня не стреляй вот вот этот не стреляй охранял свой лес он был такой эколог еще в лесу там был попаду как приходил лес попаду к попаду к я в кого-нибудь правда этого попаду к звери называли попой ну сокращенно чтобы смешнее было вот такого браконьера и вот этот наш не стреляй попал однажды в город увидел что дикие звери сидят в клетках в зоопарке и устроил им побег прямо распилил там замки поломал клетки вместе со слонами потом они не помогли и выпустил весь зоопарки они вместе из города минуя полицию как-то так убежали и когда он вернулся к себе в озвучку весной он получил письмо из города от секретарши таня на весном министерстве работала и заканчивала сказка так что он как получил письмо так и собирался обратно в город и где-то семь лет мне звонили писали ну когда расскажешь чтобы он дальше с не стреляем то в городе и вот сейчас дорогие друзья у меня есть немного бумаги на которой написано я вас с этим ознакомлю приглашайте поближе детишков мишка слушай мишка слушай и так так как получил не стреляя письмо от тани так тут же и засобирался в город спаковал рюкзачок с гостинцами дополил напоследок любимый цветок на хозяйстве он оставил щелка мазьку за щенком попросил присмотреть медведицу по лагею до сороку трещотка твоего друзья идет значит лесник в город поспешает свои тани красивые фиалки собирает песенку насвистывает погода чудесная вдруг видит он что навстречу ему бежит мадам григорьева мадам григорьева это из предыдущих серий приятельницы приятельницы она это она часто со своим мужем ссориться и бегает к леснику за ромашкой и за волшебной водой это самая волшебная вода очень помогает и помириться с супругом так вот мчится она к лесу чуть не летит лицо у мне все в слезах на руках ссадины и вся одежда рваная на ней не стреляй как в аккурат только-только из города из лесу вышел а тут такое дело вода видать волшебный нужно неловко как-то получилось и отказать даме никак нельзя но и обратно идти в лес не хочется это плохая примета привет дорогая как дела спросил не стреляй беженку что опять муженек не опять как не опять вон ты вся в синяках не только я но и муж тоже в синяках что удивился не стреляй ты дала ему сдачи ну ты даешь нет мы вместе давали сдачи бежим скорее в город я по дороге тебе все расскажу как в город разве тебе не нужна волшебная вода нужна не стреляюшка очень нужна твоя волшебная вода но только не сейчас всему свое время и они побежали в город рассказ мадам григорьевый раз как произведен ею на полном бегу так вот не стреляюшка в нашем сквере негодяи деревья рубят как рубят вот так вот рубят топорами пилами перед безобразничают погоди погоди попытался успокоить ее лесник не кипятись может это садовники просто сквер прочищают может они убирают старые трухлявые деревья нет не старые не трухлявые а очень даже молодые и красивые вырубают и кто же это делает строители и стреляюшка строители это министр паутин распорядился так уничтожить наш сад и на его месте построить фабрику какую такую фабрику фабрику для изготовления пластмассовых деревьев зачем ему пластмассовые ведь живые то деревья лучше а паутин говорит что лучше пластмасса что она круглый год зеленеет ее поливать не нужно представляешь представляю выходит паутин решил убить живые деревья чтобы посадить мертвые возмутился не стреляй вот вот-вот защепитала мадам григорьева жили мы не тушили вокруг цвели сирени яблони всякие а сегодня как бром с неба раздался визг бензопил и деревья наши стали с треском падать мы сможем выдержали чтобы спасать наш сквер видим что и все наши соседи тоже повыскакивали мы тут же потребовали чтобы эти бандиты убирались со пилами и оставили наш сквер в покое но они нас не послушались естественно началась потасовка представляешь представляю сказал не стреляй и сильно нахмурился а еще добавила мадам григорьева на бегу но тут же споткнулась и чуть не шлепнулась но не стреляй ловко подхватил ее а еще продолжила она еще гнезда птичьи падают а в них птенчики маленькие представляешь представляю сказал не стреляй еще сильнее нахмурился а еще добавила мадам григорьева но опять споткнулась и снова упала не стреляя опять ее подхватил ай-яй-яй-яй-яй-яй возмутился нестлесник какое негодяйство птенцы же могут разбиться замерзнуть попасть в лапы хищников ай-яй-яй-яй-яй вы в полицию то сообщали о безобразии звонили но эти служаки как приехали так стали нас же бить дубинками и поливать водой из шлангов представляешь что же это такое творится возмутился не стреляй почему полиция делает все наоборот почему она защищает негодяев и нападает на добрых людей да потому что негодяи дали полицейским негодяйских денег и теперь полицейские тоже негодяй ничего надо торопиться сказал не стреляй я я быстро не могу задыхая сказала мадам григорьева и слегка прихрамывая стоп пройдешь не стреляй который тоже устал от бега нам нужна помощь тут как раз над ними пролетала парочка лебедей голубей парочка голубей курлык курлык фью-фью кирдык сообщил не стреляй фью-фью курлык ответили ему птицы прибавили скорости и скрылись из виду что ты им сказал поинтересовалась григорьева такси вызвал присядь отдохни она села на придорожный камень не стреляя немедленно осмотрел ее ногу потёр покрутил ступню помял ставил на место дунул плюнул погладил ерунда заметил он до свадьбы заживет да какой еще свадьбы поинтересовалась мадам я же замужем ах да конечно ну да какой нибудь тут вдали послышался топот от леса отделилось большое пыльное облако и стала приближаться к нашим путникам а вот и такси заметил не стреляй вот на этом сегодня мы пожалуй остановимся вижу коня присоединился следующее включение со сказкой у нас будет когда в субботу в субботу в это же время а через час мы выйдем со взрослой программой уже не через час через 40 через 50 минут выйдем в эфир также но со взрослой программой я надеюсь что это будет 0 песня в двадцать и двадцать и всегда надеемся к этому времени детишки будут спать мы поговорим о более серьезных вещах хотя как вы заметили сказка у нас тоже очень серьезные вот пожалуйста напишите как было видно как было слышно вот такие вас там есть пожелания какие может быть замечания технические или еще какие то есть и если кто-нибудь захочет нарисовать не стреляя мадаму григорьеву полицейских голубей ну как что у нас еще уже было очень герой в нашей сказке то пожалуйста нарисуйте сфотографируйте пришлите к нам сюда в комментах или на личную почту я буду но будем очень рады вот и мишка будет очень рад увидеть как вы нарисовали можете мишку нарисовать можете меня нарисовать можете нарисовать нашего операторы придумать алекс лисовский татьяна щелокова присоединилась веронике рязанцевой все нравится вероника таня щелокова непонятно и нет таня ну-ка ну-ка ну понравилось явно вот кто не успел посмотреть смотрите в записи и ищите в интернете предыдущие серии кому интересно или магазина города петербурга не стреляя его друзья можно заказать у меня я по почте могу прислать ну все очень договорились мы ждем ваши комменты ждем ждем ваших рисунок и через 40 минут встречаемся во взрослой программе и детям спокойной ночи конечно детям которые в европе и в азии да на том континенте дети которые в канаде в америке разноязычный тем конечно в доброго вечера они на школе они еще в школе будут в записи покажите им записи а там уже и пожелаем доброго вечера все пока пока не прощаемся